так ребятами стал заморачиваться и немножко срезал путь я нашел баллон дальнейшего продвижения так он этот глазик все еще действует но сейчас добежим до карна и отдадим ему шлем ну что держи свой шлем твои доспехи приведите доспехов меня снова охватывают воспоминания мы радостно так хорошо шума станучку заболевшим манское ревесло на декан и поговорить да я же поговорил с кадром что тебе надо еще не знаю я же сопляк сопляк это слово так ну не хочешь говорить и не надо идем тогда в три камень так это вот тут мы были да ok так надо поговорить с этой шаманкой может она что-нибудь новое даст не помню попробуем ходит тут она бродит вот о чем ты просила а спасибо всадник ты не пожалеешь что послушал меня этот талисман поможет тебе добиться желаемого боюсь только ты не сможешь переломить свою судьбу не очень но погну обязательно часто сможем использовать жреца нашего что у нас тут можно продать продадим я принадлежит лесу предможешь конечно так клинки омеги не знаю оставлю что тут у нас имеется на них хрена у нас мрачный талисман какая хорошая штука в общем что она делает делает она следующее постоянно превращает нас в облик жнеца требуется уровень 9 мрак критический шанс в ноль но в статистике показано что творец прозванный безумным кузнецом выковал этот талисман из оружия и доспехов воинов убитых на мертвых равнинах мрачный талисман был создан чтобы выделять и концентрировать силу некромантии из ада благодаря мрачному талисману любое оружие его владельца будет при каждом ударе вырабатывать энергию жнеца вот такое дело в общем ну пока попользуемся не знаю дальше будем использовать что то другое конечно же и нам дали очки опыта аж два очка куда бы их сместить то так часть урона с его упырями выполняет и ярость восполняет да запас здоровья ага смерти крылья сяник романтическим щитом начитина улучшает защиту и сопротивляемость это тоже хорошее дело такое ну давайте это улучшим на один и это так ну все а вот там по моему так что смерть призывает крылья наху полезен и гел чтобы они помогли ему бою и следующий уровень что он дает следующий уровень и какого ладно хрен бы с ним и куда нам туда уже да ну он неожиданно быстро так где все куда все подеваются все попрятались по норам кстати вот у этого чувака можно взять пару квестов но чтобы это сделать с ним надо сразиться вот давайте попробуем ну рассказывай всадник я вижу тебе есть чем похвастаться кузница восстановлена когда потекла вода элиэн начала бегать вокруг деревни и хохотать как двухтысячелетняя девчонка да это благородный поступок достойный всадника возможно я заблуждался насчет тебя ты еще не об этом пожалеешь так удар метеора в воздухе альсмерть стремительно бросается на землю shift удерживать с вот так так можно подбросить противника воздух над головой одна из моих любимых штук что это у нас еще ты можешь вихрь комбо кулак с небес нет это нам пока не надо так удар с размаха это что у нас смерть яростной ненавинно бьет по земле вот перейти в решающий удар разбрасывающих врагов shift плюс удерживать с ну ладно я правда не запомню ни хрена но пускай так кулак с небес и песчаным shift держать с тяжелый удар сверху загоняющим кулак 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 прикольно прикольно так что там еще нет нет там по-моему нет подожди как это там по площади вот вот эти потауны ну хорошо давайте попробуем с ним что-то сделать усмирить его могу избавить тебя от страданий творец ну ты можешь попробовать могу этот клинок старше тебя всадник да и длиннее вдобавок да наплевать я могу укоротить его да и тебя тоже ну попробуем удивительно что ты еще рыц ну ну ты порамал давай покажи на что порвать и кончено ну что получил ну давай ну давай ну тебе повезло так конечно возможно я слишком старт для этого возраст это еще не все ты победил старого воина но чтобы заслужить тебе имя ты должен сделать нечто большее фейхер эхидна аргул вот имена которыми творцы называют смерть убей их всех и возможно я соглашусь с тем что ты настоящий жнец звучит как лизов коль мне быть твоим палачом я бы хотел узнать больше о жертве я расскажу тебе то что знаю где мне искать в эхир эхиры ей подобные когда то бродили по кузнечным землям и резали нас как овец пока мы превращали этот мир в свой дом мы поодиночке выслеживали чудовищ и убивали их но в эхир сейчас забилась в глубокую нору и выходит только на поиски пищи я знаю лишь то что она порождена огнем и дымом а логово себе устроила под землей будем иметь ввиду а что насчет Горвуда когда то мой народ дружил с Горвудом в таком случае зачем вам моя помощь наш лес был захвачен порчей а Горвуд древний обитатель этого леса они неразлучны Горвуда сломила порча его нужно уничтожить придется рано или поздно Эхидна мне знакомо это имя почему ты хочешь ее смерти аааа за ней должок это очень древняя история всем известно о сумеречном царстве Эхидны почему бы тебе не отправиться туда и не прикончить ее я пытался но в ее мире все было охвачено хаосом паучьи лорды залили ее трон кровью а самой Эхидны нигде не было я потратил много лет выслеживая ее в царстве мертвых когда все это произошло я вернулся домой к своему народу а старый долг так и остался неоплаченным расскажи мне об Аргуле безумец чудовище которое хочет только убивать я сам хотел заняться этим делом когда на трон зашел нынешний костяной владыка и победил безумного короля нежити так Аргула больше нет? мои кости постоянно нашептывают мне обратное старый король жив и я в этом уверен ну конечно дополнение то есть гробница Аргула там как-то называется так найдите и убейте вы хер ну к ней мы вернемся и горлуда всех перебьем но не сразу нам и не под силу это все сделать сходы надо добраться до определенного уровня чтобы попытаться с ними сразиться а пока рано а тем временем тут у нас все уже бывает все работает ну ух все 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 вот я все вот и вот я Все закончилось. Наконец-то. Смерть — это ключ Творца, и тебе лучше взять его прямо сейчас, пока я не опомню. Мне кажется, ты скорее их потеряешь, древний. Да, проблема. Но ее можно решить. Страж. Он должен был стать нашим главным оружием, способным расчистить лес вокруг древа. Но землетрясение отбросило нас от плавильни, и, боюсь, теперь там живет кто-то другой. Страж так и не был замешан. Если вы создали Стража, то как я смогу закончить работу над ним? В лесу лежит еще один конструкт. Один из немногих нетронутых порчей. Он не такой огромный, как Страж, но у него твердое сердце. Найди его, и он отведет тебя к плавильне. Там ты сможешь активировать Стража с помощью Ключа. Конструкта можно пробудить с помощью Ключа? Да. У Конструктов нет души, как у нас с тобой, если только ею кто-то его не наделит. Этот Ключ отпирает Камень и подготавливает его к потоку жизненной силы Творца. А почему ты решил, что у меня есть душа, древний? А разве тебя это сейчас беспокоит? Как я узнаю, что нашел нужного конструкта? Конструкты созданы из камня и наделены жизненной силой Творца. У большинства есть только частица души, столько, чтобы ими можно было управлять. Но некоторые несут в себе отпечаток души Творца, его чувства и воспоминания. Но такого уже и не встретишь. Встретим. Хранители призвали, когда печати были уже сломлены. Расплачиваться за услуги придется после войны. Этот хранитель последнее, что осталось. Хм, потом были сломаны печати. Ну шо ж, ключ мы имеем. Теперь можно пробуждать этих каменных имулов, блин. Так, хорошо, нам дали еще и очки опыта. Куда бы их потратить? Глум, кинул. Так, эгида. Улучшает магические способности смерти. Взрыв трупов вызвания вызванные упыри. Взрываются после смерти или покачания действия у мини. Из небытия появляется стая ворона, которая бросается на врагов смерти. Шесть единиц урона. Эти все-таки побольнее бьют. Все же будем их качать. Хорошо. Ну шо, мы имеем? Куда пойдем? Назад, да? Хорошо. Так, куда нам? Сейчас посмотрим. Так-так-так-так-так-так-так. Побочные задания у нас есть, да? Дайте убить и горвард, и хина. А, дайте-ка. Я не со всеми побазарю. Думаю, там появились новые задания. Кто у нас не разговарчив? Благодаря тебе в кузнице снова полыхает огонь, всадник. Но это не повод слоняться без дела. Разве ты не должен пробудить конструкта? Разбудим, не волнуйся. Для пробуждения конструктов нужен ключ. Душа не может пробиться сквозь камень, если не проделать в нем отверстие. Для этого и нужен ключ. Он достаточно остр, чтобы проложить путь для жизни. Не указываем, куда попало. Хорошо. Так, ну все. В общем, у них ничего нового нет. Куда пойдем? Пойдем мы. Передвинуть гору. Пойдите, затерянный храм. Затерянный храм. Сунает бы, где этот храм. Я знаю, здесь есть какой-то из конструктов. Сюда надо сходить так-то. Передвинуть гору. Даем задействовать. Куда идти, мать-то? Сейчас, сейчас, сейчас мы разберемся. Ага, бухточку надо. Но мы туда успеем попасть. Давайте сходим сюда. Во фьорд. Во фьорд. умер идиоты так а здесь тоже какой-то проход но ладно давайте зайдем колюже проходим мимо вода тут у нас этот бульберин сюда нам еще не светит хорошо да и подняться тут никак а вот можно ну хотя бы один сундук я подберу за другими уже не знаю наверное и не вернуться к тому времени защита критический урон так я слышу камень 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 где этот камень прям зовет может стрелого найдем у тебя ничего нету наверно все таки где-то там ну и ладно не пойду я к тебе вот он пора проснуться дружок кто потревожил бой существо из плоти в кузнечных землях ты не похож ни на ангела ни на демона когда я проснулся в прошлый раз они были детьми создателя но ты я не узнаю тебя сколько ты спал сколько я не знаю но кажется я пока что только наполовину пришел в свою нормальность где твою часть и как я это сделала возьми это кусочек меня он разбудит древний камень и напомнит как мне к тебе обращаться так меня звали воплоти но у камня нет имени он Продолжение следует...